Пешком обойти всю Россию. Такую цель поставил перед собой путешественник из Санкт-Петербурга Александр Пластаков. Он путешественник с опытом. Его первый маршрут Питер-Владивосток-Сочи. Он тогда путешествовал автостопом, а теперь решил идти пешком. 15 апреля он стартовал и вот почти 5 месяцев спустя дошел до Нижнего Новгорода. Его встречал Александр Алешин. Своё путешествие Александр Пластков начал 15 апреля. За это время он посетил 63 города, Нижний Новгород, 64-й. Александр, с прибытием в Нижний Новгород. Приветствую нижегородцев. Цель моего путешествия – это общение. Поэтому в основном я хочу познакомиться с разными людьми, попить с ними кофе, пообщаться, узнать о жизни городов. Где побывали за это время? Ленинградская, Псковская, Тверская, Вологодская, Костромская, Ивановская, Яславская. Как ваши ноги? Привыкли. А вы где-то останавливались, то есть вы шли и... Я ночую либо на скамейках, либо в лучших отелях по-разному, то есть 50-50. Сколько километров прошли? В этом году 2700, ну плюс-минус там десятки километров, я еще не считал. Главное, жилетка, цветотражающая, видите. Микрофон, потому что я тоже своего рода оператор. Зарядки, стаканчики и футболка. А трусы, носки – это все одноразовые. То есть я меняю обувь, как перчатки. Носки еще чаще. То есть, на самом деле, это двенадцатая пара обуви. Волга, она везде красивая. По сути, вся моя жизнь – это четырестяный компьютер в онлайн-игре. И поэтому три года назад я решил измениться. И вот постепенно-постепенно начинаю меняться. Общаться с людьми... Суть моего путешествия – это общение, поэтому я общаюсь с людьми. Вместо компьютера – живое общение с вами. Жизнь развернулась на 180 градусов. Я ее сам развернул. Я ее сам развернул. Всю жизнь я провел в армии буквально 7 лет. То есть 19 лет ушел, там платят деньги. Ну, в принципе, 45 тысяч за почти ничего не делание редко где получаешь. Вот 45 тысяч ничего не делали. И почему ушли с работы с такой замечательной? Я решил, что я хочу развиваться. Людей, наверное, разных повидали. Конечно, тысячи. Какое-то впечатление, конечно, городов сколько прошли, да. Есть разница лишь между большими городами и маленькими. То есть чем меньше... Ну, есть золотая середина – это 10-50 тысяч города. Там самые такие добросеречные люди живут. А в больших городах? А в больших городах все они обособлены друг от друга. То есть моя хата с краю. Ну, это само так. У нас нижние – не такие. Не сомневаюсь. Особый кайф – это занятие. Найти в богом забытое место. В какую-нибудь деревушку. Потому что когда ты едешь на машине, ты проезжаешь все. А когда ты идешь пешком, ты не спешишь. Видишь, вон, своротка. Какой-нибудь интересный название. Или нам виднеется разрушенная церковь. Ведите туда, пофотографировать. Может быть, с кем-то пообщаться. С продавщицей Зиной, с дояркой, с веткой. А о чем разговариваете с дояркой? О жизни людей. А кто в нижнем больше всего понравился? В нижнем? Ваша скульптура «Прорыв». Она очень необычная. Арт-объект. Гигант. Из-под земли вылазит. Меня уже мало чего удивляет. Но эта скульптура, она меня поразила. Всего Александр запланировал посетить 500 городов. Так что ему осталось 400 с небольшим. Александр, удачи! Благодарю!